Здравствуйте, Иван Демиченко, Утренний Юг. Такой вопрос. Вы дважды говорили, точнее не дважды, а несколько раз говорили о двух школах в поселке Новознавинском и школе по улице Изобильной. Говорили, что они будут открыты первого числа. Но люди говорят, что якобы им сказали, что школы эти к первому числу не откроются из-за того, что документы просто за вот это оставшееся время не успеют оформить. Так ли это или нет? Спасибо. Значит, откроем школу 1 сентября в микрорайоне молодежном, в гидрострое корпус мы завершаем и 1 сентября откроем. Мы откроем школу в юбилейном микрорайоне, корпус который, соответственно, мы пристраиваем для начальных классов. Школу Изобильного мы откроем однозначно 1 сентября, она примет учеников. Что касается Сосновый Бор, если вы говорите по-новознаменски, я говорил о том, что эта школа будет достроена в этом году непосредственно. Но по срокам начала учебного процесса мы здесь посмотрим. У нас срок завершения строительства по контракту этой школы, если я не ошибаюсь, там сентябрь-октябрь, по-моему, где-то месяц. Пока мы идем в графике, потребуется еще просто-напросто школьное оборудование, парты, получение лицензии и уже следующее начало учебного процесса. Хотя мы торопимся, мы в постоянном контакте с подрядчиком в этой части находимся. И, конечно, очень рассчитываем, что хотелось бы быстрее. На самом деле, оно там крайне нам необходимо и существенно бы помогло нам в решении социальных вопросов, которые у нас на сегодняшний день в Знаменском существуют. Параллельно в Новознаменском, в родных просторах, там тоже идет строительство школы на 1500 мест. У нас срок завершения той школы планируется конец 2022 года. Если удастся, хорошо бы, чтобы там, может быть, третья и четвертая четверть уже, та школа уже была открыта и принимала, соответственно, детей. Мы бы тогда снизили бы нагрузку на детей, на педагогов, убрали бы уже непосредственно с тех маршрутов школьный автобус. Помимо этого, в следующем году у нас будет введена школа в эксплуатацию на 1850 мест, самая большая школа, это западный обход. Строительная готовность тоже очень высокая, даже кратно идем с опережением графика, но бюджетное финансирование таким образом расписано, что основные денежные средства и наши обязательства, они у нас относятся к следующему обходу. Поэтому в следующем году просчитываемся уже и, соответственно, 1 сентября то школа тоже у нас работает. Школ много строится и, помимо всего прочего, как я и сказал, в ближайшее время вы увидите старт еще ряда социальных объектов по самым таким сложным территориям, которые требуют на сегодняшний день активного строительства как школьных, так и дошкольных образовательных учреждений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!